Музыка Хотелось бы рассказать немножко о себе. Я первый раз с такой историей, с особенными ребятишками столкнулся. Более 25 лет назад, это была одна из моих первых работ. В Иркутске организовали школу лечебной вальдорской педагогики. Кто не слышал о вас по вальдорскую педагогику, что-нибудь нет? Вальдорская педагогика, в общем, это метод, рожденный в Германии. И это были ученики некого деятеля, философа Рудольфа Штайнера. Они разработали целую систему развития для обычных детей и для особенных детей. В общем, это очень интересная вещь. Ну, может быть, какое-то отдельное время для этого выделим. Но если у вас есть возможность где-то с этим связаться, пожалуйста, сделайте это. Вы там увидите много-много всего. То есть там все, что можно придумать, там это все есть. И я помогал и работал в этой школе какое-то время. И за весь период моей работы, в общем, передо мной прошло более 100 ребятишек с разными особенностями. То есть это и генетические нарушения, аутизм и синдром Дауна. Ну, если вы, не знаю, знакомы с такой системой еще советской оценки, там такая стадия есть, самое тяжелое, идиотия. У нас даже была такая девочка с диагнозом идиотия, и то даже вот с этой девочкой, которой было уже там около 20 лет, можно было работать и что-то, ну, что-то сделать. Так случилось 7 лет назад, что я стал папой, и мой ребенок тоже необычен. Вот, и, естественно, я свой опыт, который у меня был за время работы, я весь его старательно применяю. И то вот, с чем я сталкиваюсь часто, сам с собой и с родителями, это проблема понимания ребенка, что у него происходит и что с этим делать. И, например, вот, ну, мне лично помогает такая техника из направления ПСИ-2.0, называется «Я – это мой ребенок». То есть, если вы хотите, можете попробовать. Мы закрываем глаза и представляем, что я – это мой ребенок. Представьте, что вы – это ваш ребенок, а я – это мама или папа. Что на ум приходит. Вот, и я вам говорю. Ну, когда же ты станешь нормальным? Когда же ты выучишься? Когда же ты научишься делать то, делать все? Когда ты поймешь вот эти важные вещи в жизни? Почувствуйте внутри, как это ощущается, вот это ожидание. А теперь я вам говорю, я тебя люблю любым, каким бы ты ни был, даже когда я с тобой строг, я все равно тебя люблю. Ты можешь развиваться. Я буду радоваться с тобой. Я буду развиваться вместе с тобой. Я буду радоваться с тобой. Ну, и вы можете внутри себя ощутить, какая разница, да? Что происходит, когда мы сталкиваемся с ожиданиями? Можете какую-то дать обратную связь? Есть ощущение, вот когда от тебя все ждут что-то? Да? Как это, на сколько? Что ждут? Да, непонятно. Есть еще другой вариант. Можно представить, что я это мой ребенок, да? И мама с папой вместе со мной учатся. Вместе развиваются. Не ждут, когда я что-то научусь, а вместе со мной развиваются. И какое состояние, как вам кажется, для ребенка более полезно? Вместе. Вместе, да? Ага, действительно. Потому что тогда он идет с вами вместе. Вот поэтому, ну, в общем-то говоря, почти на всех занятиях у меня всегда как минимум один родитель присутствует. Я очень радую за то, чтобы все развивающие методики, которые применяются к ребенку, родитель тоже проходил самостоятельно. Даже то, что вам кажется, вы действительно умеете и можете. Вы можете найти в этом путь для своего развития. Да, мы все умеем писать, да? Все умеем что-то считать. Попробуйте сделать то же самое, но левой рукой. Что произойдет? То есть, и ситуация в обучении будет немножко другая. То есть, ребенок не просто будет чувствовать ваши ожидания, его шага. Он будет видеть, что вам тоже интересно. Вы тоже делаете этот шаг. И вы делаете его вместе. Это очень полезный алгоритм, очень классный. Я его стараюсь себе поддерживать. И, например, очень важный момент еще найти то, что вас самих увлекает. Увлекало в детстве, увлекает сейчас то, что вдохновляет. В один из самых тяжелых моментов, когда было совсем тяжело. Мой сын не всегда был такой, как вы его видите. Я вдруг захотел попеть. И я вспомнил, как мне было классно петь в народном хоре. И я словил это состояние. И с таким удовольствием начал петь песню. И почувствовал, что ему тоже стало интересно. И он подошел ко мне и тоже стал со мной петь. Хотя до этого он бегал по стенам. То есть вот дети особенные, они очень близко к родителям находятся. Даже ближе, чем все остальные. Поэтому они... Тут, когда у нас появляется такой ребенок, у нас ответственность двойная. Мы не можем даже просто так его куда-то отдать и получить нового ребенка. Очень важно то, как мы себя чувствуем. Поэтому одна из моих главных целей не просто поработать с вашими детьми. Конечно, тот период, что мы вместе находимся, он важный. Работает Юсефас, Давид, многие специалисты. И там немного я, но развитие это будет дальше. Что такое арт-терапия? Вот еще такой момент. И какие есть ее виды? Вот есть... Таких два вида, два смысла арт-терапии. Один из видов это когда ребенок занимается подражанием. То есть мы делаем что-то и просим его подражать. Он смотрит, учится развивать зеркальные нейроны, учится выполнять такие же действия, координацию. И есть второй вид, когда мы даем ему возможность творчества. И тут тоже не всякий еще арт-терапевт это может. То есть я наблюдал в разных случаях разные реакции. В каких-то случаях даже тут нужно уметь чувствовать и смотреть, что происходит. Может ли ребенок, допустим, гармонизироваться через полную свободу? Если нет, то какое-то время нужно с ним вместе позаниматься именно направленным движением. А потом давать ему такое пространство для своей свободы. И что происходит в момент арт-терапии и как это влияет? Для меня, я уже будучи не преподавателем в школе особенных ребятишек, получил некий такой инсайт, как открытие на выставке Врубеля. Не знаю, кто-нибудь из вас немного знает историю Врубеля. В общем, он один из самых известных русских художников. Все помнят демона, классный такой демон. Если мы посмотрим на его историю, она у него немного трагичная, даже очень трагичная. Он при всей своей талантливости страдал от заболевания мозга. И жизнь свою закончила в доме для умалишенных. И вот его заболевание, преследовавшее всю жизнь, она на самом деле являлась стимулом для работы. То есть я когда посетил выставку Врубеля, это было, по-моему, в Петербурге, да, была персональная выставка в Русском музее. То есть там было, из запасников достали кучу его набросков, и там были какие-то скомканные бумаги, куча карандашей, какие-то тряпки там в углу и так далее. И я вдруг осознал такой момент, что Врубель сам себя держал через искусство. Он мир осознавал через рисунок и через живопись. Если бы он этого не делал, возможно, он бы, ну, как бы не прожил такую долгую жизнь. Возможно, его болезнь свалила бы раньше. И у меня возникло осознавание, почему это нужно делать. Потому что дети начинают воспринимать мир через искусство, да, через самовыражение, через ощущение земли, через ощущение неба, через ощущение звука, через ощущение формы, что очень важно. И когда мы регулярно выполняем эту технику, да, я это мой ребенок, то вам могут уже приходить само в ощущении, что нужно для него в данный момент. Техник же очень много. Мы можем залезть в интернет, и там чего только нет, да, там заворачиваем в коврик, он там проползает через коврик, одеваются на них какие-то тяжелые жилетики, да, ходят они по камушкам, там лазят, там засыпаем их песочком, то есть там столько-столько всего, что вообще за жизнь просто не сделаешь все. Вот. А если вы будете пробовать выполнять эту технику, то, скорее всего, вам, ну, как бы, зная многообразие форм и возможностей работы с ребенком, вам будет приходить информация и чувства, а что в данный момент для него вообще классно, что подходит. Ну, естественно, мы смотрим, насколько это здорово. Ну, вот, как бы, в принципе, вкратце все, что я хотел сказать вам на сегодня, я думаю, достаточно. Я желаю вам самим развиваться. Домашнее задание. А, да, домашнее задание, ну, домашнее задание. Ну, все такие разные, тут как бы однозначно. Вот есть, да, сейчас домашнее задание, попробовать, как это происходит. Есть такое упражнение для понимания хорошее. Вот я вам продемонстрирую. Первый шаг. Меня зовут Аркадий. Второй шаг. Третий шаг. Меня зовут Аркадий. Четвертый шаг. Меня зовут Аркадий. Пятый шаг. Меня зовут Аркадий. Седьмой шаг. Меня зовут Аркадий. Что я сделал? Непонятно, да? А вот что я сделал. Я сперва произнес фразу, да, а потом произнес несколькими разными способами. Да, с закрытыми челюстями, с открытыми губами. Вот это, на самом деле, главный алгоритм любой развивающей техники. Да, у нас есть задача, и мы ее решаем совершенно разными способами. Еще раз продемонстрируй, пожалуйста. Хорошо. Меня зовут Аркадий. Я произношу и запоминаю, насколько мне приятно, хорошо и чисто произносится. Закрываю рот. Просто сомкнул губы. Сейчас закрываю еще и зубы стискиваю. Меня зовут Аркадий. Меня зовут Аркадий. Меня зовут Аркадий. Меня зовут Аркадий. И важно в конце, когда вы повторяете это, попробовать почувствовать, есть ли изменения в том, что вы говорите. Вот такое вам необычное задание. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова